Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Московское время. 14 часов 4 минуты 12 секунд. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Посмотрите, какой символ весны появился в нашей студии. Я вам обещал, я держу свое слово, и она здесь. Юта, на телерадиоканале Страна ФМ. Привет. Привет тебе огромный. Очень рада. Говори чуть поближе к микрофону, чтобы нас... Говорю, говорю, говорю. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Сияешь. Спасибо. Мы знаем, что весна пришла, но она не везде пришла. Расскажи, вообще, как твои дела? Как прошла зима? В целом зима прошла очень хорошо, но она еще, конечно, не прошла, потому что у меня есть конкретный недогон. Я еще не накаталась на коньках, на лыжах и с горки, да, с горки. То есть я хочу еще, потому что мы все помним московский Новый год. Это вот это недоразумение. А, это был Новый год, точно, да. Когда, значит, дети у меня нашли за городом сугробик 20 сантиметров, и это была их горка. И вот они в этой грязи, вот в этой вот влажности, они катались и получали удовольствие. Я думаю, ой, дети, вас бы ко мне на родину, на Урал бы. Ну, вот поэтому я, понимаешь, я получаю удовольствие от всего, от горки в 20 сантиметров, да, от грязи. Ну, стараюсь, по крайней мере. Молодец. Что касается твоей музыки, мы до конца часа, друзья, получим удовольствие, послушаем новую работу Ютын. Называется «Песня знала». Знала. Непременно поговорим. Ну, что касается твоих фанатов, они, конечно, знают, что эта песня вошла в новую пластинку, которую они уже, скорее всего, скачали, правильно? Ты знаешь, удивительная вещь. Мне тут недавно, два дня назад, мой бас-гитарист Коля Воронков пишет СМС «На краю 10 лет». И я понимаю, что альбому «На краю 10 лет», а слова, они же имеют очень важную и пророческую, и информационную составляющую, да? То есть, понимаешь, «На краю мы были 10 лет». Ну, «На краю» можно трактовать по-разному, да, «На краю» чего, может быть, это какой-то хороший край. Но последний альбом, он назван «В глубине твоего сердца». То есть, центрея уже некуда. Интересно, да? Его можно с декабря, насколько я помню, да, приобретать, скачивать можно, весь можно по песенкам. Так что, дорогие друзья, мы за легальную музыку, заходите, по-моему, там песня 15 рублей, скачивайте, смотрите, слушайте. Ну, и мы не прослушаем информацию о том, что 29 марта... О, 29 марта, совсем скоро. Рассказывай. Мы дадим живой концерт в замечательном, тёплом московском клубе «Люстра Бар». Живое звучание, конечно же. Старые и новые песни, и хорошее удовольствие. Вот ощущение весны я вам подарю это. Приходи. Что касается... Спасибо. Спасибо, друзья, меня пригласили вечно. Что касается музыки, мы знаем, что вот даже у нас есть такой правильный пресс-релиз, с которой написано «Восемнадцать лет Юта ломает стереотипы». Ломает. Вот как тебе это удается? Как ты постоянно находишь что-то новое и в стилях, и в звучании? Ты постоянно сидишь в студии, или ты постоянно сидишь где-то, смотришь на закат и думаешь, что бы ещё добавить? Откуда это всё идёт? Вот новаторство. Знаешь, самое сложное — это написать правильный пресс-релиз о том, что я делаю. Потому что то, что я делаю, оно происходит очень естественно, ненадуманно, и так, как Бог на душу положит. И потом ведь надо с этим всем что-то делать и написать пресс-релиз. Да, поэтому придумывают люди такие определения, как кроссовер, артист. Я когда впервые услышала, я говорю, а что это такое, собственно? Хочется радости, искренности и жизни в музыке, чтобы она была живая, чтобы она не была выхолощенная, вылизанная, искусственная. Она должна жить и заставлять людей радоваться жизни. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы для Юты, оставляйте их в ВКонтакте телерадиоканала «Страна.ФМ». Вопросы о жизни, о радости и о музыке — всё это до конца часа мы обсуждаем. Ну и, конечно, также мы послушаем новую песню, которая называется «Знала». Да, будьте поблизости. Ну а сейчас у нас одна из нестарых песен. Восполнение «Сдоп-шиз-дуб» Лоридана и Лига Лайза «Балкана-мама». Знаешь, такую песню, да? Кстати, Ютин же клип у нас на очереди, так что, пожалуйста, не переключайтесь, смотрите, слушайте, задавайте вопросы нашей любимой певицы. Итак, весна пришла, мы ждём твой концерт. 29 марта, друзья, «Люстра-бар». Новые и лучшие песни. И старые и лучшие песни. Вот, скажи, а есть такое? Я вот знаю, что некоторые артисты, они просят в соцсетях плейлист составить. Потому что, ну, у тебя же много... О, хорошая идея. Ну, конечно, у тебя же песен-то сколько ты сама можешь сочетать? Ну, порядка 150 уже, наверное. Не так много. Ну, если нам сейчас из РАО позвонят, уточнят, может быть. Так вот, сложно выбрать, и, может быть, существуют те песни, которые ты уже не используешь в программе, может быть, подзабыла, потому что новых хороших написала, а те тоже были, в общем-то, отличными. А мы держим слушателей в напряжении, мы постоянно на каждом концерте выкладываем что-нибудь новенькое из хорошо забытого старенького, причем в какой-нибудь интересной аранжировке. Вот здесь поподробнее, давай. Вот у нас вот творчество. Вот, например, на этом концерте мы решили вытащить старую, давно забытую песню «Сделай шаг». Она нас вперла, что называется, с музыкантами. И это, кстати, была их идея. Они говорят, что ты эту песню не играешь? Я думаю, ну, как-то, ну, а давай, правда, пришли, сделали, все, отлично. Конечно. Так что тут надо прислушиваться к мнению коллектива. Ну, и я думаю, что в соцсетях, если тебе напишут, да, люди, вдруг какая-то песенка... Хорошая идея, я подумаю об этом, да. Что бы вы хотели услышать на концерте? Ну, в Фейсбуке ты пишешь иногда такие интересные воззвания. Что-то я потихонечку, честно скажу, вот начинаю уставать от Фейсбука. Я не знаю, как-то вот... В Инстаграмчик все-таки больше? Нет, ВКонтакте. В ВКонтакте, друзья, ВКонтакте есть публикация, посвященная визиту Юты на страну ФМ, так что можно... Да-да-да, да-да, да, да, я, конечно. Вот что пишет нам Иван Обухов. Слушаю ваши песни, заряжаюсь хорошим настроением, ждем вас с концертом в городе Лиске, Воронежской области. Хочу ваш автограф. Да, с удовольствием. Так, что у нас с концертным графиком в этом году? Ты знаешь, не буду кривить душой и говорить, что вау, у нас все расписано. Сейчас не так много концертов, как раньше. Возможно, это связано с ситуацией в стране, потому что людям очень тяжело покупать билеты, это правда. Возможно, это связано в какой-то степени с выборами, мы не знаем. Но сейчас такое время какого-то, ну, затишья перед бурей. Поэтому мы совершенно спокойно к этому относимся, делаем новый материал, шлифуем старый материал и готовимся. Только что вышел новый альбом в декабре. А что касается нового материала, ну-ка, давай здесь поподробнее. То есть, может быть, даже пластиночка в 2018 году новая появится. Ой, это очень приятная часть вопроса. Ну-ка, конечно. Я не хочу загадывать, но я буду делать все, что от меня зависит. Знаешь, как-то делай, что должен. Должен и будь, что будет. И будь, что будет. Ну, в общем, мы тебе пожелаем успеха, вдохновения. И побольше сидеть в студии за сведением, за шлифованием этой пластинки. Так, и, ну, так как мы телерадиоканал, нас очень интересуют клипы. Вот мы знаем, что ты их умеешь снимать, очень красиво все это получается. Нет, я не умею. Я умею только говорить «да, нет». Ну, все равно ты, наверное, как автор идеи, автор замысла, может быть. Ну, я лезу во все. Мне надо все проконтролировать, достучаться до самого дна и понять, что из чего состоит. И обязательно внести свое веское слово. Впереди весна, потом лето, красивые времена для того, чтобы снимать натуры, какие-нибудь пейзажи. Что вот в этот сезон, может быть, будет сниматься с тобой? Расскажи. Честно, не знаю. Последнее время идеи о снятии того или иного клипа или видео, да, приходит просто мгновенно. Поэтому вполне возможно, что появится, скажем, пять новых шикарных песен. И наступит момент мучительного выбора, на какую же песню снимать. Причем сейчас я вижу тенденцию, люди стараются делать не адски дорогие клипы за миллион денег, да, а какие-то креативные, недорогие конструкции, которые заставляют зрителей улыбаться. Какая конструкция в клипе «Жили-были»? Ой, это, значит, мы хотели снять пазик советский. Мы знаем прекрасно, мы ездили в пионерские лагеря, знаем его. Вот. И клип снимался в 2005 году, и уже было сложно найти этот пазик. Мы его нашли. Мы нашли его и поняли, что пазик должен ездить по совершенно живописным местам. Но в Подмосковье не так много живописных мест. И совпало, что под Киевом был классный режиссер, Ярослав Пилунский. Был пазик и была живопись. Вот куда ни плюнь, везде живопись. Поэтому поехали в Киев, и там все это дело сняли. Что из этого получилось, друзья, давайте сейчас послушаем и посмотрим в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Юта. История под названием «Жили-были» прямо сейчас в программе «Лучшее в стране». Юта. Образца 2005 года. Ну, что будет в 2018-м? Мы, конечно, надеемся, что-то интересненькое будет. Потому что с тех пор, с момента съемок этого клипа уже появились и дроны, появились и другие 4К-камеры. Конечно, все шагнуло. С телефона сейчас клипы снимают. Ну, мы надеемся, что у тебя будет вдохновение, будет время, будет интересная натура. Может быть, где-то не под Киевом, может быть, еще где-то. Ну, в общем, может быть, в Крыму ты что-то снимешь. А может быть, кстати. Хорошая идея, надо подумать. Но я все-таки больше заточена на музыку. Я вот ее слышу, я про нее все понимаю. Меня иногда спрашивают, а вот как вот ты решила, что ты станешь музыкантом? Да, все очень просто. Я в детстве понимала, что вот про музыку я знаю все. И я там, наверное, буду сильна. А больше я вообще ни про что не знаю. Я не понимаю в математике, в медицине, в науке ничего. Мне это не нравится. А вот музыка, да. Поэтому я все... Пожелай мне, чтобы я сконцентрировалась на... Не распыляйся. Будь лазером таким музыкантом. Спасибо. Хотелось бы, знаешь, что спросить. Ты музыкант опытный. Уже разбираешься в музыке, во всех ее тонкостях. Обращаются ли к тебе? Или, может быть, ты помогаешь уже кому-то из молодых, начинающих, подающих надежды? Кому-то есть такое у тебя? Какое-нибудь наставничество или что-то такое? Ты знаешь, настолько неблагодарное дело, потому что я очень хорошо помню себя, когда опытные взрослые музыканты что-то мне советовали, я говорила, не, извините, но это полная ерунда, я все понимаю. И я помню это состояние и понимаю, что если я сейчас молодому поколению начну, так сказать, делиться опытом и говорить как надо, естественно, их реакция будет... Что ты понимаешь? Поэтому я пока не вступила на эту дорожку, когда меня спрашивают, я стараюсь сказать только самое хорошее и ни в коем случае не говорить, как надо жить. Вообще никого нельзя учить жить. Что касается технологий в музыке, они все становятся изощреннее, все больше электроники, но мы же знаем, что живая музыка, она никогда не уйдет. И я надеюсь, что у тебя ее будет только все больше и больше с годами. Я очень надеюсь на это, потому что сейчас сознательно я иду к абсолютно живому воплощению в песнях. То есть хочется прямо, знаешь, стопроцентного живага. Я тут наткнулась на не очень известные песни 60-х, 40-х, 50-х годов и была поражена вот этой энергетикой. Насколько все прозрачно, богато и душевно и тепло звучит. Живой оркестр – это все-таки ничто не заметно. И пели люди так, что… Вот, и я сейчас говорю, у меня мурашки бегут от этого ощущения живого состава. Я желаю тебе записать такую песню. Хочу живьем, да. И так записать. И вот, кстати, песня «Знала», которую мы сегодня презентуем, она абсолютно живая. Это получилось не специально. Это получилось почти случайно, потому что песню я аранжировала несколько раз, и мне не нравилось то, что получается. И я махнула рукой, думаю, ну ладно, пусть эта песня полежит, может, когда-нибудь. И тут вдруг на репетиции мои музыканты говорят, ну, давай попробуем. А давай попробуем. И так попробуем, и так вот. И я предложила, говорю, слушай, давай вот сделаем псевдо-ретро, вот элементы твиста. И она покатилась и была записана в таком виде. Валерию Шуткину отправляла показать? Нет. Вот кто бы оценил, наверное, этот стиль. Валер, большой привет, да. Да, большой привет. Смотрит, слушает «Страну ФМ». Хотелось бы вот о ком спросить, раз уж мы заговорили о молодежи, как поживает твое подрастающее поколение? Расскажи, пожалуйста, о девчонках, о сыне. Что там у них интересного сейчас? Сын очень резко изменился. То есть он вдруг стал получать пятерки вот так вот, легко вот так. «Мам, мам, я тут пятерку, 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 пятерку». «Ты домашнюю работу делал?» «Сделал». То есть у него как будто одномоментно, в какой-то момент, одномоментно, произошел всплеск вот осознанного отношения к учебе. И я смотрю, думаю, о-о-о-о. То есть это удивительно, это удивительно новое для меня ощущение, когда ты сделал домашнюю работу? Да, сделал, давно сделал. Подожди, ну ему 10 лет. 10 лет. Как он уже пришел в это возрасте? Он так резко повзрослел, у него уже ручищи такие и ножищи такие, и он как-то и смотрит на меня уже несколько так, ну, мам, чуть-чуть снисходительно. Это новое, неожиданное для меня. Толя, Толя. Толя, у меня Толя в сознании все равно 4-летний малыш. Я порой говорю, малый. Ага, какой малыш? Малыш, я так понимаю, занимается спортом у тебя? Он занимается цирковым искусством. Вот, ну расскажи об этом, да. Это так называемые полотна и гамак. Ну, то есть это воздушная акробатика. Получает колоссальное удовольствие. Он тянется во все стоя, он такой гуттаперчевый парень, прям как я в молодости. И плаванием, и плаванием. Ну, плаванием мы видели твой пост в Инстаграме, что ты счастливая мама, когда все трое дети одновременно пошли в бассейн. Да, логистика это наше все. Друзья, чтобы соблюдать логистику программы «Лучшее в стране», мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Юта в гостях у страны ФМ. Будьте рядом. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, автор, исполнитель, певица, поэт и красавица Юта в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы сегодня продолжаем общаться, слушать песни. И на очереди у нас история под названием «Знала». Знаете, что через несколько минут песня появится в эфире «Страны ФМ». Что я хотел тебя спросить до этого момента. Значит, у нас есть песни, которые Юта поет в музыке, которая ближе к року. Есть в эстраде, есть популярная музыка. Кроссовер. Кроссовер, да. Есть ли у тебя что-то из музыки народной или будет ли? Ну только у меня же есть вот это. Любимый мой, не лети как вольный. Люди думают, что это народная песня. Это так приятно осознавать. Я вообще, честно скажите, я очень люблю русскую культуру. Но вот «Римский Корсаков» со своей «Снегурочкой» мне гораздо ближе, чем «Верди», например, которого я безумно уважаю. Вообще опера это такое. Вот я могу прореветь все четыре часа «Снегурочки». Вот если я в правильном настроении, да, и я способна отключиться от всего, это какой-то экстаз для меня. Знаешь, удивительную вещь обнаружила тут в интернете. Нашла, значит, такой ансамбль «Курский Карагот». И они записывали очень старые всеми забытые песнопения. Я была поражена. Вот говорят там, значит, что там в неритмичной... По соло рок-н-ролла в неритмичной стране. Это такая чумовая ритмика. Там все построено на хлопках, на топании, на... Слушай, африканский континент отдыхает по сравнению с тем, что делали наши. То есть, видимо, мы очень мало знаем про нашу русскую культуру, про нашу традицию. И там такие пласты сумасшедшие. Это колоссально. Скажи, есть ли шанс, что это отразится в твоем творчестве? Да, оно отражается постоянно. Потому что наша советская эстрада, она вытекла из нашей советской классической музыки. Наша классическая музыка, академическая музыка, вот композитор «Могучий Кучки» Чайковский. Это все вышло из наших русских корней, вот из народной музыки. Поэтому все очень связано. Я, знаешь, я кайфую от этого. Мне нравится. Назови три произведения классической музыки, которые, ну, люди, которые не готовы, может быть, к этому, которые слушают сейчас другую музыку, но хотели бы начать с чего-то в классике, да? Ага. С чего лучше, чтобы как-то сразу не шокировало, чтобы втянулся. Слушайте, начните с Евгения Онегина, потому что это хит. Там фактически каждая ария, каждое проведение, да, там все на слуху. И... А потом прочитайте Пушкина, и вы получите двойной экстаз. Вот сходите в большую постановку Чернякова, например, на новой сцене. Это просто колоссально талантливо. Причем он делает как? Он дает первое действие, потом действие длится, ну, может быть, минут 15, он опускает занавес, и в полной тишине люди сидят две минуты, значит, переваривают. Потом начинаются следующие действия, следующие действия. И все сопровождается опусканием занавеса и вот этим вот моментом приходов в себя от увиденного. Потому что он трактует оперу совершенно по-другому. Начните с этого. Хорошо. Два еще произведения назовешь? Ну, по горячим следам. Снегурочка. Снегурочка, так. И, может быть, знаете, послушайте детский альбом Чайковского. На минуточку. На минуточку. Это такое, что знают абсолютно все, но там такая красота. Ну, болезнь куклы, господи, это же экстаз. Песня знала. Давай о ней. Значит, песню мы послушаем, но есть ли шанс у нас и посмотреть ее? Да, будет лирик-видео. Будет лирик-видео. Лирик-видео – это такая видяшка с красивым текстом, с настроением. Ты знаешь, фотографию, которую мы использовали в этом лирик-видео, она была сделана в рамках рекламной кампании свадебных платьев. Так, интересно. Свадебные платья Анны Мороса. Она пригласила меня на съемку, я надела эти платья. Ой, это так неудобно в них ходить. Я говорю, а как же в них вообще перемещаться? А мне девочки говорят, не надо в них перемещаться, там муж на руках будет носить. Интонацию-то вот очень правильно сказали. Да, да, да. Такая песня знала, слушай, она такая весенняя, она такая, она о поддержке, она о настоящей любви. Ну, чтобы весна наступила в сердце, ну, люди по-разному, знаешь, авитаминоз и так далее. У тебя есть какой-то рецепт вообще влияет на тебя? Надо утром встать, открыть глаза, сделать свои 150 приседаний, 20 отжиманий, потом выпить стакан воды. И потихонечку, знаешь, ты наполняешься тем самым оптимизмом, который такой говорит, yes, я победил себя, я это сделал. Потому что если ты не делаешь свои 150 приседаний, ну, ты чувствуешь себя, э-э-э-э. Мне стыдно, друзья. Вот, ну, так вот. Что еще из ЗОЖа, скажи? Ну, про приседания мы знаем, мы смотрим, что у тебя в Инстаграме, ты по воскресеньям, когда никого в зале нет, одна ходишь, фотографируешься, да. Что еще? Я так поняла, что мой шпагат, это вот это вот, слушай, наконец села на шпагат и так порадовала, что сделала фотку, выложила Инстаграм и поняла, ну, лавровала очков, и не дают покоя. Из ЗОЖа, слушай, надо благодарить Всевышнего за все, что у тебя есть. Хорошее, плохое, это уже твоя субъективная оценка. Все, что у тебя есть, дано им. И ты должен сказать спасибо, должен ценить это. Если взять какую-то книгу, которая могла бы мотивировать, могла бы вызвать какие-то положительные эмоции, что бы ты посоветовала, как человек, пишущий? Очень непростое чтиво, роман Евгения Замятина «Мы», который я иногда перечитываю и нахожу абсолютно новые вещи. Он такой, ну, это непростая литература, но она предостерегает от всяческих возможных неправильных движений в жизни и неправильных взглядов. А сейчас наткнулась на книгу Игоря Острецова «Это физик», и он написал книгу о новом миропорядке и новой ненасильственной философии. То есть это такая научная литература, и он физик, он приходит к простой мысли, что Вселенная создана Господом Богом, что Слово — это Бог, и Слово — это есть первичная энергия. Это так интересно! То есть научный подход, и он прямо приходит к тому, с чего началась Библия. Ну, колоссальные читы. Друзья, до этого момента, пока вы еще не стали на сайте заказывать эти роскошные книги, о которых сказала Юта... Все можно при желании найти вот прямо через 15 минут в интернете. Лучше, конечно, купить. Конечно, купить. Друзья, ну, до этого момента абсолютно бесплатно в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» появляется история под названием «Знала», песня Юты, лирик-видео. Смотрим, слушаем, кайфуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Караваны на юг, а я к тебе, вот бы время могло замедлить беда. Секунды так спешат, ты оглянись назад, как жила без тебя я столько лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заведомо знала, что однажды встречу тебя. Я ходила по парусам бумажным, вот и земля. А земля из-под ног едва обнимешь, падаю ввысь. Я ждала тебя долго, это правда, это жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заведомо знала, что однажды встречу тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ходила под парусом бумажным, вот и земля. А земля из-под ног едва обнимешь, падаю ввысь. Я ждала тебя долго, это правда, это жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы ее дождались, друзья. История под названием «Знала» только что на телерадиоканале «Страна ФМ» Юта. Я тебя поздравляю. Спасибо. Красивая песня, красивое платье. И если, друзья, вы хотите эту песню себе скачать, «Пластинка в глубине твоего сердца», релиз, который случился 1 декабря, если я ничего не путаю, прошлого года. 1 декабря прошлого года. Да, можно скачать. Ну, а в этом году давайте поймаем Юту на слове. Она, может быть, еще выпустит новую пластинку. Может быть, выпустит. Вот. Что еще, может быть, будет в этом году, чего мы не знаем? Расскажи. Ну, если вы хотите услышать песню «Знала» живьем и песню «В глубине твоего сердца» живьем, приходите 29 марта в клуб «Люстра-бар». Замечательное, демократичное, непафосное место с хорошим звуком. Начало концерта? 21.00. Самое то, как мы любим. Да. Я тебя не спросил, значит, про Толю мы поговорили. Про дочек. Катя, Маша, что у них сейчас интересного в жизни? Расскажи. Катя обрела новое имя. Но они же в школе подписывают Катя О. Осипова. Маша О. Ну, Катя О. Это Катя О. Ее теперь зовут Катя О. Идеальное сочетание девочки и имени Катя О. Вот она у меня Катя О. Будет ли вторая Марио, вот интересно. Мы же придумали Маняо. 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 Даже Толяо придумали. Но Толик сказал, вы что, обалдели? Толяо серьезный парень. Куда же его Толяо? Нет, все, это уже не работает. Девчонки, если Толик, в принципе, очень скептически настроен и без изрядной доли оптимизма смотрит на мир, так вот со скепсисом, да? Зачем в Москве столько мостов построили? Это он в Петербурге, может, еще не был? Да, это еще он в Питере. А в Питере, почему так холодно, значит? Ну, вот это Толик. То девочкам, ааа, сколько мостов! Ай, как холодно! Девочки, это сплошной позитив. Радость во всем. Причем, знаешь, вот я тут недавно уходила из дома, очень нарядная, на каблуках, в спричонской, в красивом пальто. И Маша бежит за мной и в лифт сует мне в варежки, которые бабушка вязала, такие зеленые, такие не очень гламурные. И говорит, на! Я говорю, Машенька, мне не надо, я в машину. На, ты замерзнешь! И сует мне в лифт эти варежки. Я думаю, господи, какая забота. Что касается музыки у них, есть какое-то увлечение? Расскажи, в какие они кружки ходят, какие склонности у девчонок. Долян круто играет на гитаре. Реально круто, у него есть задатки к этому. Девочки играют на фортепиано, потому что им это просто нравится. То есть они музыкантами не будут точно. И хорошо. Ну, я надеюсь, что не все дети Юты сейчас смотрят, слушают Странный ФМ. Не все дети Юты? Да, да, да. Я что-то пропустила. Не, я еще, кстати, намерена родить. Я думаю, что еще парочку я бы... Да. Дала бы стране. Вот, друзья, демография у нас в надежных руках. Летом куда поедешь отдыхать? У нас есть три места на выбор. И все вокруг Черного моря. Черное море – это для нас идеальная история. Президент обещал автомобильную дорогу в Крым, может быть. Да вообще кайф. Я прямо жду с нетерпением. Это же такие горизонты. Давай три места рассказывай. Куда, чего? Первое – это Сочи. Второе – это Крым. Третье, возможно, это Болгария. Когда, в каком месяце лучше ехать? Мы не сильно любим жару. Поэтому мы выбираем время, когда еще море не теплое, а такое бодрящее. Потому что мы это любим. Поэтому начало июня, середина июля – вот это вот время на Черном море. А потом медузы начинаются. Вопрос, который, если я не задам, конечно, слушательницы, зрительницы страны ФМ не простят мне. Как можно быть в такой роскошной форме? Что делать? Что может быть есть? Что не есть? Твой лайфхак какой-то или несколько их. Так, ну, первое – быть мамой своей дочки. Генетика хорошая. И папа, да. Значит, отказаться от алкоголя совсем. Ну, то есть вообще не бухать. Вообще. 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 Плохо это? Это прекрасно. Слушай, столько сил появляется. И вот того самого задора и оптимизма, который и делает хорошую кожу, погоду, ноги, руки. Не злоупотреблять косметикой. То есть вот эти все пенки, молочки. Короче, мыло и вода – это лучше. Это реально лучше. Я не хожу к косметологу. Я не знаю, что это такое. Мне не нравится, когда вообще ко мне кто-то прикасается. Не твое. Да, не есть вредные продукты. Ну, что такое вредные, все знают. Да, что такое полезные, тоже знают все. Стараться заниматься спортом, но не так, чтобы вот-вот прям надо, а получить от этого удовольствие. Ну, что еще? Рожайте. Что касается режима труда и отдыха, сна, давай, рассказывай. Бывают, честно скажу, бывают периоды, когда я способна проспать 11 часов в сутки, если меня не будить. Вот, как было вчера. Я легла в три ночи, проснулась в два. Такое бывает. Бывают периоды, когда я сплю по 3-4 часа. Это связано с гастролями, с перелетами. И ты тоже себя прекрасно чувствуешь на драйве. А что ты спросила-то, что-то я хотела сказать? Ну, про еду я тебя спрашивала, про лайфхаки, про то, как ты умудряешься находиться в такой прекрасной форме. Вот об этом я тебя спрашиваю. Надо себя любить. Надо себя любить. Это очень важно, дорогие друзья. Относитесь к себе позитивно. Если ты устаешь от музыки, бывает ли такое? То как вообще себя оттаскиваешь от этого? Чем занимаешься? Я устаю в большей степени от звука вообще. Мне трудно находиться долго в громком помещении. У меня уши садятся. Я не могу. Поэтому в машине я езжу под тишину или под говорильной радиостанцией в последнее время. Музыку дома я не слушаю. Она все равно там звучит как-то, да? Поэтому нормально, как-то без проблем. То есть увидеть меня с наушниками там, кайфующе от какой-то компы. Такого не бывает. Что ты пожелаешь нашим зрителям, слушателям? У нас буквально минутка. Ну, во-первых, мы приглашаем еще раз на концерт. 29 марта. 29 марта. Девять вечера. Приходите. Новые и лучшие песни Юты. Можно ли писать, кстати, записочки тебе? Да, это хорошая идея. Хмель и солод. Мы эту песню любим. Пишите, я исполню. Я исполню, обещаю. Слушайте, я желаю вам сохранять хорошее настроение. Это работа, да. Я желаю вам, работайте над собой, потому что это приносит плоды. Никто за вас эту работу не сделает. Просто настроитесь на работу. При этом расслабьтесь и получайте удовольствие. Будьте здоровы, конечно, и берегите себя. Находите гармонию, дорогие друзья, от жизни. Ну и, конечно, если вы хотите достичь полной гармонии, смотрите, слушайте Страну ФМ, где звучат красивые песни Юты. Ура. Спасибо. Спасибо. И до новых встреч. Мы воспользуемся приглашением на концерт. Я тебя приглашаю. И, конечно, желаем, чтобы на песню Знала тоже появилась уже не лирика, а ее. Йо. Да. Все, Юта на стороне ФМ. Все, с пятницей. Всем пока, дорогие друзья. Счастливо.